На этой неделе произошло достаточно значимых событий для игровой индустрии. Например, много информации о грядущих релизах Sony на ПК, пару слов про God of War Gnarok и про то, какие появились проблемы у CDPR. А ещё про то, что планируют купить Sony. Но это, само собой, далеко не все инфоповоды. Напомню, если вы не против поддержать канал, то можно стать спонсором канала за минимальную плату или же подписаться на наш Patreon. И обязательно присоединяйтесь к нам в Телеграм-канале, там и правда много интересного. И последнее, прежде чем начать, если вы тут впервые, не забывайте подписаться на канал. Ну и конечно, мне очень приятно, когда вы не забываете нажать лайк. А теперь погнали детально разбираться. Креативный директор Sony Santa Monica Studio Кори Барлак опубликовал короткое обращение, призвав игроков набраться терпения в ожидании следующего показа God of War Gnarok. В настоящий момент Sony Santa Monica Studio погружена в работу над сиквелом, который должен выйти в этом году и завершить северную сагу. Барлак отметил, что команда еще не готова к новому показу проекта, но пообещал, что скоро грядет нечто крутое. Игра находится в разработке для PS4 и PS5, но, по слухам, позже также выйдет порт для ПК. А вот про него дальше. Итак, информатор Rock Agent поделился, извините за тавтологию, информацией о последних эксклюзивах PS4 и будущих портах для ПК. Так, по его информации, God of War Ragnarok будет последней игрой Sony для PS4. После этого компания не станет обязывать свои студии выпускать кроссген-тайтлы, если разработчики не будут сильно заинтересованы в этом сами, что маловероятно. Со следующего года и дальше эксклюзивы от внутренних студий будут выходить только на PS5, а переход на порты для ПК станет сильно проще. Например, порты Demon's Souls, последний Ratchet & Clank, Deathloop и других игр для PS5 либо уже отменены, либо будут отменены в ближайшее время. В свою очередь, God of War Ragnarok, Ratchet & Clank Rift Apart, Demon's Souls, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima и многие другие игры Sony получат порты для ПК бояр, что не может не радовать. Gorilla Games будет своими силами переносить Horizon Forbidden West. Iron Galaxy отвечает за Uncharted The Legacy Thief Collection. А студии Blind Squirrel Games и Jetpack Interactive в настоящее время заняты портами Ratchet & Clank 2016 и Rift Apart. Polyphony Digital занимается переносом Gran Turismo 7. Bluepoint Games готовит порт Demon's Souls, а Anixis Software уже некоторое время работает над ПК-версией Ghost of Tsushima и его DLC про остров. В свою очередь Jetpack Interactive и Blind Squirrel также будут отвечать за ПК-порт God of War Ragnarok, как только завершат работу над переносом Ratchet. После этого Sony начнет планировать порты таким образом, чтобы они выходили на ПК быстрее, от нескольких месяцев до года после консольного релиза. К тому времени, когда PS4 и PS4 Pro перестанут получать новые эксклюзивы, единственным способом поиграть в них станет стриминг через подписку PS Plus Premium. Среди таких проектов, к примеру, будут Astros Player Room, Rift Apart и переиздание PS4 игр с улучшениями. Sony также заключила сделку с Microsoft, чтобы выпустить Dezlop в PS Plus Premium, как только у нее закончатся сроки эксклюзивности. Вместе с этим игра также появится в Game Pass. К слову, если вы думаете, что это чьи-то догадки и брехня, то издание X-Puter пишет, что Rock Agent является заслуживающим доверия индустриальным инсайдерам с довольно большим послужным списком утечек. Но в любом случае, я рекомендую воспринимать информацию не как истину в последней инстанции. К тому же я заметил, что эта жирная инфа появилась тогда, когда геймпад DualSense получил поддержку и возможность обновлять его через ПК. Просто Sony зашевелилась и выпустила программу для винды. В общем, тут я могу лишь добавить, что возможно, скоро DualSense на ПК получит поддержку всех основных фич на компьютерах, чтобы игры Sony ощущались во всей красе на кончиках пальцев. Французский журналист и инсайдер Крис Клиппель снова рассказывает про GTA 6. На этот раз он коснулся движка будущей игры. Клиппель пишет, что получил несколько очень положительных отзывов насчет технологий, применяемых в проекте, и уверен, что в технологическом плане GTA 6 окажется прорывной. По его словам, новая версия графического движка Rockstar Games Rage 9, скорее всего, будет просто невероятной. Если учесть, что RDR 2 стала одной из самых красивых игр в принципе, словам инсайдера хочется охотно верить. Ранее Клиппель также заявлял, что настоящий анонс игры может состояться осенью этого года, но релиз, как он думает, произойдет не раньше конца 2024-го. Помните такую игру, как Outriders? Могу поспорить, что многие уже забыли о ней, ну кроме самой People Can Fly, так как она выкатила подробности дополнения в World Slayer. По сюжету энергетический шторм-аномалия так развился, что начал насылать на планету Енох снежные бури и ледяные штормы. Первопроходцам предстоит спасти человечество от климатической катастрофы и не раз пересечься с мощным алиумом по имени Эришкигаль, главным антагонистом. Можно открыть новые древоумения, который добавляет по две разновидности для каждого класса. Очки будут выдавать за завершение важных событий. DLC обещает самые отдаленные уголки Еноха для изучения, свежих врагов и боссов, экипировку и вооружение апокалиптического уровня, а также новую систему очков вознесения для дальнейшей прокачки. Наконец появится новый эндгейм-контент, который откроется по завершении сюжета. Появится оно 30 июня, но не бесплатно за 36 долларов, поэтому маловероятно, что многие вернутся в игру. 3 for Free Industries опубликовала дорожную карту Halo Infinite. Запуск кооператива для компании запланирован на конец августа вместе с возможностью перепроходить миссии. В сентябре должно начаться бета-тестирование режима Forge, который будет постепенно эволюционировать и расширяться. Была увеличена продолжительность второго сезона. Теперь он продлится не три месяца, а шесть. Третий сезон, в свою очередь, запланирован к старту на 8 ноября. Основная причина продления второго сезона заключается в том, чтобы разработчики могли выпустить больше качественных обновлений, оставаясь при этом в здравии. Во втором сезоне будут введены сетевые повествовательные события, в которых спартанец игрока окажется в центре продолжающейся сюжетной линии, но пока без деталей. В третьем сезоне будет введена совместная игра по сплитскрину. Новый боевой пропуск, больше карты режимов. Звучит прям неплохо. Акции польской компании CD Projekt упали более чем на 10% и достигли трёхлетнего минимума после публикации недавнего финансового отчёта, сообщает издание Bankir. Сразу несколько факторов повлияли на ситуацию. Несмотря на то, что выручка и прибыль Проджектов по итогам года оказались выше рыночных ожиданий, аналитики впервые получили обновлённую информацию о продажах Cyberpunk 2077 и сделали вывод, что спрос на игру резко затормозился. За последние полтора года пользователи купили только 4,3 млн копий. Кроме того, CDPR перенесла релиз с первого крупного расширения Cyberpunk 2077 на 2023 год, а также на неопределённый срок сдвинула премьеру next-gen версии Ведьмак 3. Также польские аналитики отмечают, что на компанию должен повлиять, хоть и меньше всего, отказ от российского рынка. По данным из отчёта CDPR, туда в целом приходится небольшая часть продаж — 5,4 процента доходов за последний год. Принимая во внимание все переносы и небольшой рост продаж Cyberpunk, эксперты крупного швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse снизили прогноз по выручке CD Projekt на 23 фингот сразу на 36%. CD Projekt будет и дальше доделывать Cyberpunk, и сейчас она довольна отзывами на версию для консолей и возлагает большие надежды на новый контент, находящийся сейчас в разработке. Правда, это были бы не Проджекты, если бы их отчёту не потребовался патч. Потому что изначально студия указала в документе, что большая часть команды приступила к работе над The Witcher 4. В исправленной версии разработчики отметили, что большую часть ресурсов сосредоточили на создании дополнения для Cyberpunk, поэтому есть вероятность, что оно будет довольно крупным. Также первоначально планировалось, что Cyberpunk получит отдельную онлайн-игру во вселенной, но вскоре они пришли к очередному витку изменений. Недавно студия заключила технологическое партнерство с Epic Games, чтобы использовать Unreal Engine 5 для своих будущих игр, включая The Witcher 4. И финн-директор Пётр Нелюбович подтвердил, что разработка мультиплеера Cyberpunk собственными силами прекращена, поскольку, благодаря новому движку, у них теперь есть доступ к готовым передовым технологиям мультиплеера. Из этого следует, что игра продолжит базироваться на старом движке, включение в неё онлайновых компонентов маловероятно. Может, когда-нибудь они и выпустят онлайн-киберпанк с Blackjack и Unreal Engine 5, но пока можно расслабиться и забыть про него, как будто ничего и не было. В сети появилась новая утечка касательно новой части Need for Speed. Она раскрывает как карту, так и первый скриншот новой игры серии, которая, как ожидается, выйдет в этом году на Next Genie ПК. Как обычно это бывает, просочившийся скриншот не очень высокого качества, но на нём можно увидеть немного города. Между тем, помимо снимка экрана, есть изображение, показывающее всю карту игры. Вымышленный город Лейкшор-Сити, вдохновлённый Чикаго и другой скрин, показывающий пользовательский интерфейс игры. В целом, я чую некий подвох, потому что выглядит уж очень паскудно. Вы не поверите, Ubisoft слышали, что вы слышали и отреагировали на утечку PvP-экшена Project Q необычным образом. После слива геймплея компания просто подтвердила факт её существования, формально анонсировав проект. Разработчики вкратце описали суть проекта. У игры пока нет ни названия, ни даже приблизительной даты выхода. По сути, это командный экшен на арене, в котором, невероятно, но факт, вы по-настоящему контролируете свой игровой опыт. Игра в очередной раз должна предложить инновационный и современный взгляд на PvP и боевые арены и находится на ранней стадии разработки. И снова не поверите, это даже не Королевская битва. В игре есть несколько PvP-режимов, единственная задача которых — не поверите, доставлять удовольствие. Showdown представляет собой вариацию на тему Королевской битвы, где противостоят четыре команды по два человека. Второй режим получил название BattleMod — удержание цели на карте на восьмерых, побеждает команда, набравшая 100 очков. В общем, Ubisoft в очередной раз решили изобрести Overwatch. Особенностью должен стать сеттинг, где вместо типичного стрелкового и холодного оружия используются колоды карт, фейерверки, палки, молотки и пинбольные пистолеты. Короче говоря, все по канонам. Персонажи также смогут задействовать по три чуда, а также предметы вроде крыльев и кара, позволяющих высоко прыгать и летать. В плане визуала игра не поверите, походит на Overwatch. Предполагается, что релиз Project Q состоится в ближайший год. И все бы хорошо, но может лучше не копировать идеи успешных игр, а придумать что-то интересное? Опять не поверите! Игра Roller Champions, если вы такую помните, про езду на роликовых коньках от тех же Ubisoft ушла, наконец, на золото, и в ближайшее время будет выпущена на всех актуальных платформах. Изначально проект планировали выпустить еще в прошлом году, но в итоге он выйдет гораздо позже, теперь уже точно без переносов. Премьера, собственно, ожидается не позднее второй половины мая 2022 года. Lucasfilm Games и Skydance объявили о сотрудничестве в разработке игры по Звездным войнам. Проект создается с автором оригинальной трилогии Uncharted, Эми Хейнинг, пишет GameMag. Для Хейнинг возвращение в далекую-далекую галактику будет уже второй попыткой после проекта Rektag от Visceral Games, который в итоге был отменен, а студия закрыта. Это пока безымянный тайтл — кинематографическая экшен-адвенчура с оригинальным сюжетом. Ни даты выхода, ни платформ объявлено не было. Но есть инсайд, который говорит, что игра является возрождением Project Rektag и основывается на эпохе Повстанческого Альянса. Об этом рассказал инсайдер NGT. Проект носит кодовое название Project Walton, который разрабатывался в Visceral Games до того, как студия закрылась в семнадцатом году, а сама игра была отменена в девятнадцатом. События Project Rektag должны были развернуться как раз перед пятым эпизодом «Империя наносит ответный удар». В настоящий момент Эми Хейнинг также работает над сюжетным приключенческим блокбастером по лицензии Marvel. Предполагается, что это может быть игра про сорвиголову. EA рассказала про следующую часть симулятора Формула-1. Кодмастерсы сбавили игру от двадцати в названии. Она выйдет под именем F1-22. Игроков ждет актуальный чемпионат с гибридными автомобилями, полный список из двадцати пилотов и десяти команд чемпионата, обновленные легендарные трассы и новый трек Гран-при Майами. Гонка создана таким образом, чтобы порадовать фанатов серии и не отпугнуть новичков. При желании сложность можно настроить так, чтобы гонки не представляли особых проблем. Также доработали искусственный интеллект и физику. Добавили режим «Жизнь F1». С его помощью игроки смогут погрузиться, собственно, в жизнь пилотов Формулы-1. В частности, там можно коллекционировать суперкары, одежду и аксессуары, зарабатываемые во время игры. Разработчики не уточнили, получат ли игроки возможность проехаться на полученных тачках. F1-22 разрабатывается для ПК и консолей двух поколений. Игра выйдет 1 июля. За покупку чемпионского издания выдается трехдневный ранний доступ, как это обычно бывает у электроников. Deep Silver и студия Volition рассказали о возможностях кастомизации в своем боевике с открытым миром Saints Row. Индивидуализация начинается с главного героя. Игроки смогут настроить голос, возраст, комплекцию, оттенок кожи, рельеф мышц, выпуклость вен, зубы, шрамы, татуировки, макияж, протезы и все остальное. Забыли лишь дать возможность выбрать длину… рук. Следом идет стиль одежды. Вдобавок к широкому ассортименту рубашек, штанов, ботинок и шляп, новая игра предложит комбинированные наряды, в том числе нижнего белья и выбор носков. Транспортные средства, в игре их будет более 80, тоже поддаются персонализации. Экзотические запчасти, модификация кузова, смена краски, улучшение производительности и особые умения. Что касается арсенала, то обещает возможность изменить практически каждый аспект внешнего вида оружия. Отдельных частей тоже, включая смену модели целиком. Например, ракетницу можно поместить в кофр от гитары. Наконец, декорированию поддается и штаб-квартира Банды Святых, расположенная в местной церкви. Там можно будет разместить различные статуи и планировать активности зумерского криминального конгломерата. Показали изменения вымышленного города Сант-Элеса на фоне расширения домашней криминальной империи. Релиз ожидается 23 августа на всех платформах. Sony AI интересуется покупкой студии FromSoftware, известной по серии Soul Seekira Eldenborn. Об этом, со ссылкой на слухи в индустриальных кругах, сообщил известный аналитик Серкан Тото, представляющий токийское агентство Kantan Games. Он не второсортный чувак из подворотни, а достоверный инсайдер. Его комментарии и оценки регулярно публикуются ведущими СМИ, освещающими игровой рынок, среди которых Bloomberg, Wall Street Journal и Games Industry Biz. Аналитик не оценил перспективы возможной сделки, но кратко пересказал историю FromSoftware, назвав ее одной из своих самых любимых студий. По его словам, компания Kodakawa Games купила студию буквально за копейки в 2014 году. Речь идет о нескольких десятках миллионов долларов. Сейчас, очевидно, From'ы стоят несколько дороже. Может ли Sony договориться о ее покупке у Kodakawa и что об этом думает сама студия, выпускающая хит за китом в партнерстве с Bandai Namco, пока не совсем понятно. Elden Ring стала самой быстро продаваемой мультиплатформенной игрой за всю историю японской индустрии, хотя глава Sony A.I. Jim Ryan пообещал и дальше покупать студии. Собственно, немного запоздавшая новость, но я про нее скажу для тех, кто пропустил. From'ы выпустили большой патч для Elden Ring под номером 1.04. Согласно патчноуту, обнова вышла для улучшения стабильности игрового процесса и корректировки баланса. Основные изменения включают в себя добавленную опцию включения-выключения автоматического поворота камеры, а также дополнительную фазу событий для NPC по имени Лоскутик. Главное, после патча игра должна работать стабильнее и чуть быстрее. Он также пофиксил ошибку или задумку, которая позволяла подкидывать другим игрокам сломанные предметы. Это должно решить проблему с нижним бельем фии, из-за которой многие игроки получали мягкий бан на онлайн-серверах за использование модов. Blizzard поделилась планами по дальнейшему развитию World of Warcraft, которая находится в мягко говоря сильном кризисе. В частности, состоялся анонс нового дополнения Dragonflight. В рамках дополнения игроки смогут изучить новую локацию – драконьи острова. Состоят из пяти локаций. Кроме того, появятся драктиры – новая раса, имеющая гуманоидную и драконью формы. Внешний вид новой расы подвергся критике, но тематика скорее понравилась игрокам. Появится новый класс пробудителей – возможность оседлать дракона. Обновленная система талантов и ремесел, а также появится новый интерфейс WoW. Древо талантов станет ближе к оригинальной версии. Уровень персонажа вернулся к семидесятому. Особый интерес для игроков должна представлять связка из героя Драктира и класса Пробудитель. Тогда они получат доступ к двум специализациям. Адепты опустошения дерутся на средней и ближней дистанции за счет когтей и огненного дыхания, а хранители смогут оказывать магическую поддержку. Помимо этого, игроки смогут завести полностью кастомизируемого дракона и путешествовать на нем с помощью механики полета. Она будет доступна сразу же. Сюжет вернется к более традиционному приключенческому повествованию, которое изначально и привлекло миллионы геймеров. Станет ли это успешным шагом? Вполне возможно. Сейчас стартовала запись на бету. Вторым анонсом стал запланированный в этом году запуск серверов World of Warcraft Wrath of the Lich King Classic. Там тоже стартовала запись на бету. Игроки смогут заранее прокачать своих рыцарей смерти до 70-го уровня, как и раньше. При этом студия отключит систему поиска групп для подземелий. Они прислушались к фанатам Classic, который предпочитает мучиться с ручным поиском соратников в Долоране через текстовые чаты и дискорд. Все, как завещал король Лич. Gearbox внезапно объявила о разработке продолжения адвенчуры Tales from the Borderlands. В коротком посте с анонсом сообщается, что сиквел выйдет уже в этом году и предложит новые приключения, персонажей и истории, но сохранит формат интерактивного повествования. Разработчики обещают абсолютно новую игру. Telltale Games, которая отвечала за первый сезон, в проекте не участвует. В объявлении упоминается только Gearbox и 2K. Студия, втайне от всех, работала над игрой в течение многих лет. Что тут скажешь, многообещающий анонс. Сборник Shadowrun Trilogy, включающий три знаменитые, шикарные ролевые игры в жанре киберпанк-фэнтези, станет доступен на всех актуальных консолях уже 21 июня. В состав Shadowrun Trilogy войдут Returns, Dragonfall Director's Cut и Hong Kong Extended Edition. Обновленная версия Shadowrun Returns от студии Hairbrain Schemes порадует улучшенной графикой, повышенной производительностью и оптимизированным под геймпады управлением. Трилогия станет доступна на всех консолях одновременно. Недавно принятая на работу в Naughty Dog сотрудница, похоже, намекнула, что Sony планирует продолжить серию Uncharted. Во вторник Кристина Мари Дрейк Макбрирти объявила на своей странице в LinkedIn, что присоединилась к студии в этом месяце в качестве основного специалиста по набору персонала. В своем сообщении она рассказала, что ее работа будет заключаться в поиске новых талантов и что это особенная возможность формировать команды не только для новых игр, но и для предполагаемой Uncharted 5. Тем более, что ключевые разработчики двух последних игр серии не так давно заявляли, что любят Uncharted и хотят видеть ее чаще, не став исключать вероятность появления новой игры. На сайте ESRB, которая занимается выставлением возрастных рейтингов для игр, обновилась страница переиздания GTA 5 для платформ текущего поколения. Помимо консолей, регулятор указал в платформах версию для ПК. Это было ожидаемо, так сказать, но это не все. Будете смеяться, но Rockstar поудаляла из переиздания GTA 5 для Xbox Series и PS5 часть контента, который ранее был признан как трансфобный. Так, пользователи Reddit обратили внимание, что фигурка межзвездного трансгендера из серии Капитан Космоигруша, которая ранее висела в зале с аркадными автоматами, теперь отсутствует. В старой версии в нижней части коробки можно было увидеть плашку «Сменные гениталии», тогда как в ремастере эту фигурку убрали, а другие переставили так, чтобы изменение было менее заметным. Rockstar также запретила некоторым NPC спавниться за пределами определенных зон. Это коснулось мужчин в яркой женской одежде, которые раньше стояли рядом с толпой ЛГБТ-чуваков у входа в клуб Кокотус. Теперь они там не появляются. Диалоги главных героев к этим NPC, об использовании гормонов и так далее, тоже больше не используются. В общем, готовимся к беззубой и стерильной GTA 6, где они будут высмеивать современные тренды. А также не будет сатиры, которой так известна эта серия. До тему представили 11-минутное геймплейное видео олдскульного экшена Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Бодрые забеги по плотно обставленным офисам с разбросанными документами, автоматами с едой и компьютерами с CRT-мониторами тут сменяются потасовками на открытом пространстве. Грязные улицы с разбитыми витринами магазинов, протекающий пожарный гидрант и переполненные баки с мусором – отличительные особенности второго уровня. Также указывается, что озвучение ключевых персонажей доверили актерам, которые подарили свои голоса героям мультсериала «Черепашки-ниндзя». Он транслировался с 1987 по 1996 год. Супер-ниндзя-черепашки должны выйти летом на всём, чем только можно. Если вам мало ностальгии по черепашкам, то Sega представила трейлер, дату релиза и подробности предстоящего сборника Sonic Origins. Коллекция предложит ремастеры Sonic the Hedgehog, Sonic 2, 3 и Sonic CD. Каждая из ретро-игр про Соника будет иметь совершенно новые анимированные заставки, а также на выбор режима Classic и Anniversary. В классическом режиме игры будут запускаться с изначальным разрешением и ограничением на количество жизней, как это было в оригиналах, а юбилейный режим предоставит возможность прохождения с бесконечными жизнями. Релиз состоится 23 июня тоже на всём, чем только можно. Студия Insomniac занята ещё одной игрой, помимо Spider-Man 2 и Wolverine. Техдиректор объявил о поиске спецов для производства нового мультиплеерного проекта. Разработчикам, в частности, требуется старший геймплейный менеджер, который поможет им сформировать команду инженеров мирового класса для необъявленного онлайн-проекта. От соискателя требуется увлечённость онлайн-играми и наличие большого опыта в мультиплеерных технологиях и разработке. Судя по всему, создание находится на ранней стадии. Последние игры от них были одиночными, однако что это будет, остаётся лишь догадываться. А создатели Wolverine, которая на ранней стадии разработки, уже приступили к работе в студии захвата движений. Sony рассматривает возможность сделать несколько больших игровых анонсов вне крупных мероприятий. Об этом сообщает инсайдер Oops Leaks. Некоторые тайтлы могут представить отдельно, чтобы получить больший охват внимания. Речь, возможно, идёт о State of Play. Есть большая вероятность того, что Sony вернёт бесплатную онлайн, если новый PS Plus будет успешной. Это имеет смысл, учитывая большие планы на сервисные игры. Некоторые из них будут платными, поэтому свободный доступ к онлайну позволит привлечь больше игроков и увеличить доходы с микротранзакций. Однако он не знает, будет ли потенциальный отказ от платного мультиплеера распространяться на все игры или исключение сделают только для проектов от внутренних студий. Наконец, подписчикам PS Plus дадут особые преимущества в своих сервисках. Надеюсь, не что-то в духе «нажмите крестик, чтобы победить». Сам запуск улучшенной подписки PlayStation Plus Premium состоится 22 июня в Европе. Также, Business Insider сообщил, что Сонька, вслед за майками, тоже работает над показом рекламы во фри-то-плей играх на своих платформах, что в целом имеет связь с отказом от платного онлайна. Один из возможных форматов — это когда за просмотр рекламы и промо-материалов в игре пользователям выдается награда скинов. Что может быть лучше, когда баннеры всплывают посреди экрана или включается видеореклама на всю громкость? Реклама в играх для Xbox и Плойки тоже может появиться до конца года. Зачем? Ну зачем вам хороший геймплей и качество? Вот именно то, чего сильно нам не хватало. Но вот чего точно не хватает, так это твоего коммента. Поэтому давайте обсудим последние новости игр. Также будем рады видеть вас у нас в Телеге и Дискорде. Ну и приглашаю подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV! Смотрите и играйте вместе с нами! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok